Детское радио представляет Спортивная программа Когда-то в Древней Греции на горе Олимп обитали античные боги и богини. Боги занимались важными мужскими государственными делами, а их дочери, богини, как водится, скучали. Но безделье им довольно-таки быстро надоело, и они подумали, так, допустим, всякие громы молнии – это дело не женское, но мы вполне можем найти себе занятие для души. И нашли, и превратились они в муз, то есть стали всячески оказывать поддержку разным искусствам и наукам. Танцу, театру, истории с астрономией. Вот со спортом, правда, вышла у богинь промашка. Решили они, что борцам и бегунам музы не нужны, мол, сами справятся. Много веков прошло с тех пор, но никому за это время и в голову не пришло придумать хоккейную музу. Ну или музу-самбо. Однако же спортивная муза все-таки появилась на свет, и нарекли ее каисцей. С вами Захар, спортивный комментатор детского радио. Сейчас расскажу, кто ж такая эта каиса. Всем физкульт-привет. Дебют. Если вы знаете, какому виду спорта покровительствуют музыка каиса, поднимите руки. Так, Артем, правильно, шахмат. Вообще, я понимаю тех, кто решил, что именно шахматистам и нужна муза. Чтобы не только помогала, а иногда и будила. Вы, например, можете себе представить, чтобы спортсмен, ну, скажем там, бегун, прыгун или футболист уснул во время поединка. А в шахматах такие случаи бывали. Или вот другой пример. Сколько времени будет раздумывать хоккеист, чтобы ударить поворотом? Секунду три. Ну ладно, пять. А рекорд обдумывания одного хода в шахматах – два часа двадцать минут. Как тут без муза обойтись? Только каиса может спасти шахматиста от нерешительности, а его соперника от зевота. Или даже от похрапывания. Это все шуточки, вы же понимаете. На самом деле шахматы – спорт очень серьезный и очень полезный. Конечно, он не разовьет вашу мускулатуру и не накачает бицепсы, но приведет ваш мозг в порядок. Это точно. Недаром в шахматы испокон веков играли все – ученые, музыканты, писатели и художники. Даже президенты. Это ведь не просто «сходил конем – поставил мат». Это куча различных комбинаций, просчет вариантов и ходов соперника, усидчивость, умение концентрироваться, наблюдать и предвидеть. В общем, светлая голова любому шахматисту обеспечена. Знаете, сколько лет было самому молодому в мире мастеру Международной шахматы Федерации? Девять! Да, Боря, да, прямо как тебе! Миттельшпиль Есть, конечно, в шахматах один недостаток. Очень хочется подвигаться во время партии. Ну, просто невозможно высидеть на месте столько времени. Но ведь правда, для непосед, таких как вы, придумали шахбокс. Подвигал фигуру на доске, побоксировал. Опять подвигал, опять побоксировал. Даже чемпионаты мира по шахбоксу проводят. А еще бывают живые шахматы. Это очень красиво. Так красиво, что это уже даже не спорт совсем, а скорее театр. Костюмированное представление. На площади какого-нибудь города рисуется шахматная доска. Ну, правильно, Лем, в клеточку. И живые люди играют роли короля, ферзя или пеш. Роль коня исполняют всадники на настоящих лошадях. Кстати, в России шахматного слона нередко называли офицером. Так что роль слона исполнял живой офицер с оружием и в обмундировании. Каждая фигура занимала свое место на огромной нарисованной шахматной доске. И по ходу матча, то есть действия, они передвигались. Так что шахматный театр тоже существует. Вы и Алису в Зазеркале читали? А Гарри Поттера? Вот почитайте. Там о живых шахматах немало написано. Давайте все же вернемся к шахматам. Без боксерских перчаток, без костюмов. Игра эта может быть и долгой, и быстрой. Бывали случаи, когда матчи длились по 20 часов к ряду. А бывали и те, которые заканчивались матом в три хода. Опытные игроки так нередко подшучивают над неопытными. Используют свои хитрые приемчики. Оглянуться не успели, а игра уже закончилась и вы проиграли. Шахматы это самый удобный вид спорта. Небольшое помещение, никаких тебе ревущих трибун, флагов, фанатских кричалок. Но шахматисты тоже люди и спортсмены к тому же. Им порой тоже хочется собраться в одном месте в одно время. Вот тогда-то и устраиваются сеансы одновременной игры. Почти каждый гроссмейстер считает своим долгом показать свое мастерство сразу нескольким соперникам. Что Илья? А, да, гроссмейстер, мои юные болельщики, это высшее шахматное звание. Когда ты уже выиграл важные международные соревнования, чемпионаты или какие-то еще турниры, тебе присуждают звание гроссмейстера. Большой мастер, в переводе с немецкого. Но ведь всем же хочется попробовать свои силы в матче против, ну, допустим, чемпиона мира. Ему ведь и проиграть не обидно. Рекордный сеанс одновременной игры состоялся в столице Мексики. 600 мастеров играли на 13,5 тысячах досок. Придумал и организовал такое действие наш чемпион мира, гроссмейстер Анатолий Карпов. Шахматы, игра увлекательная. С вами был Захар, спортивный комментатор детского радио. Оле-оле! Оле-оле-оле-оле-оле!